Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто не знает, меня зовут Женя. Сегодня у нас за окном дождь, и я решила записать видео с ответами на еще несколько вопросов о Ирландии. Итак, меня спросили по поводу бытовой химии в Ирландии. Интересный на самом деле вопрос, так что большое спасибо за идею, удовольствием вам расскажу. Я считаю, что все розничные магазины в Ирландии можно разделить на два типа. Есть такие магазины, как Lidl и Aldi. Они занимаются в основном продажей private label товаров. Это типа как в пятерочке красная цена, в Ашане это... Забыла, как в Ашане называется. Каждый день. То есть это продукты, которые производятся по заказу, например, Lidl на разных предприятиях. Потом Lidl ставит на них свой бренд, собственный, принадлежащий Lidl, и продает в своих магазинах. То есть это, будем так называть, не брендовый товар. Есть же магазины в Ирландии и в любой другой стране мира, наверное, которые продают в основном товары брендовые. Естественно, брендовые товары всегда будут дороже. Но чем же хороши Lidl и Aldi? Вот такие вот не брендовые товары, которые продаются и в Aldi, и в Lidl, они практически все довольно неплохого качества. Естественно, цена отличается очень сильно. Купить не брендовый порошок в Aldi или Lidl, или купить брендовый порошок в Danse, но это, наверное, процентов 30 разница в цене, а то и даже больше иногда. Что меня смущает во всей этой истории, так это то, что вы можете найти товар, который будет просто в белой упаковке, и на нем будет написано «туалетная бумага», или «белая упаковка», и будет написано «полотенце для рук». Здесь я согласна, хорошо, но в то же время вы можете найти не брендовые товары, которые выглядят в точности как брендовые. Если вы так мельком посмотрели и не читали название, то выглядят эти бутылочки практически одинаково. На мой взгляд, это конкретная подделка, и это очень нечестно. Но, тем не менее, если вы ограничены в средствах, вы можете купить в Lidl или Aldi не брендовую бытовую химию. Если честно, то она будет не намного хуже, а то и вообще не хуже, чем брендовая. Но таблетки для посудомоечной машины, капсулы или жидкость именно для посудомоечной машины не брендовая хуже, чем брендовая. Вот это есть. Мне кажется, что вот сам материал, из которого капсула производится, вот этот вот желе или пластик, или что это, желатиновая какая-то штука, которая должна растворяться в машинке, она растворяется хуже, сама капсула. Плюс, если для вас очень важен аромат, то в не брендовых товарах аромат будет, ну как мне кажется, каким-то более ядовитым, что ли. Плюс нет такого большого разнообразия. Если вы посмотрите на бренд, например, Comfort, это бренд-ополаскиватель для белья, мой самый любимый. Самый любимый не потому, что он делает белье таким супер мягким, а просто потому, что там очень большой выбор ароматов, и у меня есть свой любимый. Так вот, в не брендовых, конечно, такого количества, такого разнообразия ароматов вы не найдете. Но, тем не менее, для того, чтобы сэкономить, вполне можно. Я делаю обычно как? Я прихожу в магазин, который подороже. Там очень часто бывают акции на бытовую химию. Честно говоря, я не помню, когда последний раз я покупала что-то без акции. Я покупаю всегда со скидками. Хоть на что-то скидки есть всегда. Почему я все это вела, я забыла. Кстати, если уж мы с вами зашли в отдел бытовой химии, давайте еще и на косметику обратим внимание. В любом магазине продовольственном всегда можно, естественно, найти средства личной гигиены. Можно найти какую-то минимальную косметику. Минимальный набор лекарств этим, я считаю, Ирландия в лучшую сторону отличается от России, например. Потому что в Ирландии сироп от кашля, сироп от температуры, от похмелья, от изжоги, какие-то витамины. Всегда можно купить в любом супермаркете, даже в самом маленьком на кассе, как правило, есть минимальный набор лекарств. Средства личной гигиены, женские, например, они хуже качеством, чем оригинальные. То есть те, которые не брендовые, я бы, например, никому не рекомендовала. Это небо и земля, это однозначно нет. Всем этим пользоваться можно, но вот с опытом приходишь к тому, что что-то все-таки лучше покупать подороже. Я бы так сказала. Кислятина. Тут же мы с вами поговорим немножечко, а скорее даже посмотрим на бытовую технику. В этом же вопросе, в этом же комментарии о бытовой химии был вопрос про бытовую технику. Я вам предлагаю заглянуть в магазин, который называется Harvey Norman. Я не могу сказать, что это самый дешевый или самый дорогой магазин в Ирландии, но однозначно очень популярный. Поэтому я вам предлагаю быстренько пробежаться по магазину. Самые основные товары я вам покажу, покажу цены, а вы уже сделаете вывод. У вас дешевле или дороже, может быть, такая же стоимость. Давайте посмотрим вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я прекрасно понимаю, что все зависит от родословной, наверное, от каких-то чемпионских титулов и всего такого. Я понимаю, что можно найти дешевле, можно дороже, но вот примерно такой средний ценник я вам называю. Есть 500, есть 600, но их достаточно мало, в основном это 700+. Например, Джек Расла вы сейчас можете купить за 400 евро. Или маленького щеночка таксы за 800. Еще одно интересное объявление, которое нашла, это питбуль за 2000 евро. Я уж не знаю, почему они такие дорогие, но 2000 евро, действительно это так. Или, например, маленький, кстати, очень симпатичный, серебристого цвета щеночек французского бульдога за 1200 евро. Поэтому ретривер за 850 или чихуа за 400 или за 350 уже не кажется такими дорогими собаками. Дорогое ли удовольствие ветеринара? Да, достаточно дорогое. Если мне память не изменяет, то просто прием у ветеринара стоит 40 евро, например. Когда мы отдавали свою собаку на стерилизацию, мы платили около 200 евро. Вакцины, по-моему, стоят около 20-15 евро. Насколько я знаю, все собаки в Ирландии чипированы. Для чего это нужно? Для того, чтобы, я так понимаю, в случае, если собака потеряется, ее можно было отследить. Или если собака найдена, проверить ее, просканировать, понять, чья она. Обязательно вы должны свою собаку регистрировать. В Ирландии есть специальная ассоциация, которая помогает в уходе за животными, в регистрации, в подборе. Ассоциация называется Irish Kennel Club. У них есть свой сайт. После того, как вы купили себе собачку за 2000 евро или за 1000 с лишним, вам наверняка захочется немножко выдохнуть, расслабиться и, возможно, даже выпить алкоголя какого-нибудь. Поэтому я хочу немножко коснуться и этой темы. В общем, ирландцы любят выпить. Для них абсолютно нормально выпивать каждый день бокал вина или пинта пива, немножко виски, допустим. Алкоголь в Ирландии дорогой. У нас есть друзья испанцы, которые рассказывают о том, что то вино, которое здесь стоит, например, 10 евро, в Испании стоит 5. В Ирландии очень дорогой, крепкий алкоголь. Водку здесь особо никто не пьет. Из крепкого алкоголя, я думаю, самая популярная штука это виски. Мне кажется, самый обычный Джеймисон стоит около 30 евро за 0,7, наверное, ну и там до бесконечности. Пиво тоже бывает абсолютно разное. Кстати говоря, пиво тоже бывает private label, которое выпускается под собственным брендом магазина. Я его пробовала. Я пробовала из Lidl и оно очень вкусное, мне оно очень нравится. Она стоит, по-моему, 1 евро с какими... 1 евро. 1 евро с какими-то небольшими копеечками, вполне достойное пиво, очень вкусное. Пиво вообще в Ирландии любят, пиво бывает разное. Самое популярное это Guinness. Сейчас меня обязательно должен кто-то поправить, что Guinness это не пиво. Да, я знаю, что Guinness это не совсем пиво, но для меня для... Пусть это будет пиво, потому что мне сложно объяснять, почему оно не пиво. К чему я это все... К тому, что в Ирландии большой выбор, цены достаточно приличные, я считаю, но в принципе на пиво нормальные. Если вы хотите прийти в паб и выпить там пинту другую, пинта Guinness в Ирландии стоит около 6 евро. В принципе, любого другого пива около 6 евро, как алкогольного, так и безалкогольного. Цена примерно одинаковая. Бокал вина стоит что-то около того, около 6 евро. Причем во многих барах, в таких, не в ресторанах, а именно в пабах, в барах. Когда вы приходите и вам говорят, не хотите ли glass of wine, бокал вина, то не стоит уточнять, какого именно вина. У них есть вариант либо белого, либо красного. Но это не какие-то там дегустационные бары, рестораны, это вот обычные пабы. У них есть вино белое, есть вино красное. Если вы берете бутылку, то безусловно, выбор гораздо больше. Коктейли чуть подороже, в зависимости от составляющих, я думаю, там от 8 и выше. И виски мне Вова, я специально уточнила, он мне сказал, что где-то за 30 миллилитров тоже 6-7 евро. Это Джеймисон, это обычный Джеймисон, ирландские, ирландское виски. Я посмотрела специально, виски среднего рода. Дальше мне задавали вопрос по поводу одежды. Как одеваются ирландцы, что любят, что носят. Ирландию нельзя назвать модной столицей. Ирландцы не модники в большинстве своем. Когда я говорю модник, я не имею в виду человека, который следует тенденциям. Я скорее даже больше о стиле. Найти в Ирландии, вот встретить неординарного человека, очень такого самобытного, креативного, современного, и такого, может быть, где-то дерзкого, и чтобы выделяющегося из толпы, достаточно редко. Детей одевают в то, во что не жалко одеть. То, что не жалко испортить. Никто детей не ругает за то, что там порванные коленки, испачканные шорты, изорванные ботинки. Ну, понятное дело, все индивидуально, может, кого-то и ругают. Но в целом, если ребенка отпускают на прогулку во двор, например, в какой-то одежде, родитель предполагает, что эта одежда, возможно, вернется в таком состоянии, в котором она уже будет неносибельна. Поэтому в Ирландии есть замечательный магазин Penis, который в некоторых странах называется Primer, где продается недорогая, я бы даже сказала, дешевая, в том числе детская одежда. Ирландцы очень любят этот магазин, очень многое там покупают. Я не исключение, я покупаю и для себя, и часто очень для Вани. Вова, кстати, этот магазин для себя не очень любит. Поэтому дети такие, чтобы нарядненькие, аккуратненькие, красивенькие, стильненькие, модненькие, все вот такие вот прям как с подиума. Ну, практически в Ирландии не встречаются. Очень сложно уговорить Ваню надеть хоть что-то более-менее приличное. Он у нас ходит как все ирландские дети. Он не любит стричься, он не любит красиво одеваться, потому что вокруг дети не загружены этими проблемами. Они выглядят так, как им комфортно, они выглядят так, как им нравится. Девчонки-подростки, на мой взгляд, одеваются в Ирландии очень провокационно. Очень провокационно, если бы я была мамой, уж на что я всегда ратую за свободу выбора, за свободу в одежде, в образе в целом. Я бы свою дочь в таком виде, в котором выходят девчонки там 13, 12, 14, 15 лет на улицу, я бы не пустила. Либо это какие-то леггинсы, которые, знаете, цвета кожи человеческой, или там какие-то вот телесные розовые, такие вот, знаете, супер обтягивающие во всех местах абсолютно. Коротенькие маечки с большими декольте. Плюс они любят очень автозагар, они любят ресницы длинные, наклеенные, любят длинные ногти, яркий макияж, длинные волосы. А волосы у Ирландок, как правило, очень красивые, густые, такие вот качественные, хорошие волосы. Если мы с вами говорим о взрослых людях, мамы, например, в нашей школе поголовно, практически все ходят в спортивной одежде. Встретить кого-то в джинсах, это прям вот редкость. Если вы увидели маму, которая приехала за ребенком, и она одета, например, у нее какой-то костюм, или какое-то красивое платье, допустим, на ней туфли, или сапоги на каблуке, или что-то в этом духе, или, как правило, это работающая мама, которая просто в перерыв приехала за своим ребенком, у нее не было возможности переодеться. Но если здесь женщина решила пойти в бар, неважно в какой, это может быть наш обычный самый деревенский паб. Женщины наряжаются, они надевают красивые платья, такие, знаете, что прям вот дорого-богато. Это может быть бижутерия, бриллианты, прически, макияж, автозагар. Зимой это может быть открытая обувь, босоножки с открытыми носами, запросто вообще. Это могут быть платья с вырезами, при этом голые ноги, неважно, какая температура на улице. Но, кстати, надо отдать должное, чем старше в Ирландии женщина, тем элегантнее она выглядит. Женщины 60+, 70+, 80+, выглядят в Ирландии очень элегантно, прилично, симпатично, с причесочками, в такой соответствующий возрасту. Ну, элегантный, по-другому я не могу слова подобрать, одежде, маникюрчик, какие-то украшения, обязательно небольшой легкий макияжик, сумочка. Если они вместе со своим мужем или там другом, спутником со своим идут, то спутник, как правило, выглядит очень прилично. Это какие-нибудь джинсики, вельветовые брючки, курточка, причесочка, обязательно стрижечка. То есть пенсионеры и люди в возрасте в Ирландии выглядят очень достойно и очень прилично, очень хорошо. Резюмируем. Дублин это не модная столица мира, однозначно. У меня иногда складывается ощущение, что мода в Ирландии застряла где-то в начале 2000-х. Да, какие-то там тенденции появляются, наверное, но в целом еще одна интересная особенность по поводу одежды, я совсем забыла сказать. Как только в Ирландии хоть немного теплеет, вот хоть чуть-чуть, ирландцы сразу же начинают раздеваться. Сразу же шорты, короткие платья или даже пусть длинные платья, но такие легкие летние, босоножки, шлепки, все, что вот с открытым носом или с открытой пяткой, короткие рукава. Не принято здесь в Ирландии кутать детей, одевать, оберегать, держать над ними зонтик, укутывать их в какие-то непромокаемые плащики. Никто этим не занимается, от младенцев до пенсионеров все ходят полураздетые и не страшны никому ни ветра, ни дожди. И Ваня искренне не понимает, почему я настаиваю, например, чтобы он в дождь надел шапку или капюшон. И последний на сегодня вопрос, пока у меня не разрядилась камера, меня спросили, где лучше поселиться все-таки в Ирландии, в городе или в селе. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что если мы сравниваем, допустим, Россия, Украина, Беларусь, но бывшие страны Советского Союза или нынешние страны СНГ, все-таки деревня в Ирландии и деревня в России это абсолютно разные вещи. Где бы вы в Ирландии не поселились, в принципе, везде будут самые необходимые для вас вещи, такие как магазины, школы, медицинская помощь, бар обязательно и церковь. Если вы живете в деревне, где нету домов с большими участками, где дома расположены близко друг к другу, то, соответственно, до необходимых магазинов, школы и поликлиники и всего остального вы сможете дойти пешком. Если вы живете на ферме, где у вас большой участок земли, где дома находятся друг от друга достаточно далеко, соответственно, вам нужно будет сесть в машину и куда-то доехать. Ирландия маленькая страна. Сказать, что если вы поселитесь где-то на ферме и в часе езды от вас не будет ни школ, ни доктора, ни магазина, это невозможно. Здесь за несколько часов можно всю страну объехать вдоль и поперек. Поэтому где бы вы ни поселились, в принципе, инфраструктура развита везде. Где-то больше, где-то меньше, но все зависит от того, что вам требуется. Если у вас есть дети, которых нужно возить в школу, ну, безусловно, тогда вам лучше селиться в какой-то густонаселенной деревне или в городе. Если у вас детей нет, если вы пенсионеры, если вы хотите жить и наслаждаться природой, вы можете поселиться достаточно далеко от цивилизации. Даже если непосредственной близости магазина не будет, он будет в любом случае в 50 минутах езды на машине. Поэтому где жить лучше, везде есть свои плюсы, и за городом, и в городе. Но на мой взгляд, если у вас активная семья, если у вас есть дети, то лучше все-таки поближе к цивилизации, это будет гораздо удобнее. На этом на сегодня у меня все. У меня, как всегда, разряжается камера. Всем большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, за то, что задаете вопросы, за то, что помогаете мне. Я вам за это очень благодарна. Если у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием сниму еще одно видео. А на этом у меня все. Пока-пока. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok